Сейчас будет выступать Илья Крионов из компании СКБ Контур. И он нам расскажет про большую современную боль малого и среднего бизнеса под названием FZ54. Так. Немножко технического момента проверка связи. На задних рядах меня слышно? Да. Отлично. Так. Ну, еще раз представлюсь. Меня зовут Крионов Илья. Я в компании СКБ Контур являюсь человеком, который отвечает за взаимодействие с федеральными контролирующими органами, ну, в части с федеральной налоговой службой. Собственно, здесь я вам буду рассказывать то, что в этом общении мы смогли почерпнуть. Речь будет идти про 54-й федеральный закон. Поднимите, пожалуйста, руки. Вот кто знает хоть что это, о чем это и для чего оно нужно? Отлично. Так. Ну, немножко про компанию. Собственно, как мы вообще связаны с этим 54-м федеральным законом. Компания СКБ Контур является одним из крупнейших IT-разработчиков нашей страны. Мы являемся поставщиком услуг передачи данных и передачи документов в электронном виде между компаниями, между компаниями и контролирующими органами. Мы являемся крупнейшим удостоверяющим центром. У нас там по всей стране абсолютно есть представительство в каждом городе. И вот наряду со всем этим мы являемся еще и оператором электронного документа оборота. И оператором фискальных данных. Оператор фискальных данных – это вот та сущность, которая появилась благодаря нововведениям в 54-й федеральный закон, и через которую теперь нужно все чеки отправлять в федеральную налоговую службу. Ну немножко по нормативке. Вот здесь перечислены фактически все ныне существующие нормативные документы и законодательные акты, которые принуждают или понуждают нас к использованию контрольно-кассовой техники. А теперь такой небольшой опросик. Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что им нужно или будет в ближайшее время нужно использовать контрольно-кассовую технику. Вы уже используете или вам в ближайшее время нужно будет использовать контрольно-кассовую технику? Ну, очевидно, все остальные считают, что вам не нужно использовать контрольно-кассовую технику. Ну, собственно, результатом моего выступления здесь должно быть понимание у тех, кто считает, что им нужно использовать, что, возможно, им можно и не использовать. А для тех, кто считает, что им не нужно использовать, возможно, у вас возникнет понимание, что атаки нужно, к сожалению. Итак, в чем заключаются новые требования контрольно-кассовой техники? Ну, собственно, это новое устройство. В этом новом устройстве появляется новое подустройство, называется фискальный накопитель, в котором будут все ваши абсолютно фискальные данные сохраняться. Появляются новые реквизиты в чеке, из-за которых он теперь у нас из вот такого превратился в вот такой. Появляется оператор фискальных данных, через которого все это передается, и появляются требования подключения к интернету, чтобы касса в онлайн-режиме, в налоговую сообщала о всех ваших фискальных операциях. При каких условиях вы должны использовать контрольно-кассовую технику? Так, ага, вот оно. Контрольно-кассовая техника используется при расчетах. Тут вот на слайде приведено понятие расчета, я его зачитывать не буду. Вот все, что попадает под расчеты, и если это расчеты между организациями или ИП и физлицами, а также между организациями и ИП в наличном виде, то это подпадает под требования применения контрольно-кассовой техники. В каких случаях у нас контрольно-кассовая техника не применяется? Не применяется она в силу того, что это просто выпало из требований закона. Ломбардами, когда они принимают какое-то имущество в залог и выплачивают за это деньги. А также уплата членских взносов. Вот насчет уплаты членских взносов тут есть некое разночтение между правоприменительной практикой и тем, как это трактует федеральная налоговая служба. Ну, фактически у нас есть судебные решения, как в пользу налогоплательщиков в данной части, так и не в пользу. Кто у нас не обязан применять контрольно-кассовую технику? В принципе, исчерпывающий перечень тех видов работ, тех видов деятельности, организаций и вообще случаев, при которых контрольно-кассовая техника не применяется, содержится во второй статье 290 федерального закона. Советую вам с ней ознакомиться. Весь закон можете не читать, а вот с этой статьей ознакомьтесь. Вдруг вы попадаете в список этих исключений и вам не нужно ее, контрольно-кассовую технику применять. В частности, не применяют контрольно-кассовую технику у нас банки, все кредитные учреждения, не применяется она в банкоматах, не применяется она при безналичном расчете между организациями и также между организациями ИП. То есть вот есть хозяйствующий субъект, он рассчитывается с хозяйствующим субъектом, вот тогда контрольно-кассовая техника не применяется, если это все с расчетного счета на расчетный счет. Если живыми деньгами друг другу платите, все, извольте уже применять контрольно-кассовую технику. Не применяют там аптечные организации и все такое прочее. Про это я не буду особо распространяться. Времени у нас не так уж и много. Так, кто у нас… У вас вопрос? А вот если по карточке при безналичном расчете и по карточке с вами рассчитывается физическое лицо, то нужно. Более того, даже если физическое лицо получил от вас платежку, пришло в банк и по этой платежке со своего расчетного счета перечислило деньги вам, это тоже кассовая операция. То есть фактически смотрите, вот у вас есть, например, на балансе имущество какое-то, которое вы желаете продать физлицу. В силу того, что его амортизировали уже, надо от него избавляться. Такая операция является кассовой. И ради такой операции вам придется займеть контроль на кассовую технику. Но не сразу. Есть некоторые отсрочки. И вот про отсрочки сейчас поговорим. Итак, собственно, здесь вот перечисляется перечень вообще всех ситуаций, при которых мы кассы не используем. Кассы мы не используем также, если осуществляем расчеты в отдаленных и труднодоступных местностях. Перечень таких местностей у нас утвержден нашим региональным правительством. Вот там можно кассу вообще не применять. Продажа ценных бумаг не требует применения касс, продажа билетов в салонах общественного транспорта. При этом это никак не касается таксистов. Таксистам с достаточно скорого времени придется также применять контроль на кассовую технику. Она будет называться там немножко иначе. Бланки для устройства для печати бланков строгой отчетности. Ну, по сути, то же самое. То есть нужно иметь контроль на кассовую технику, подключение к интернету и вперед, передавай данные. Торговля на рынках и ярмарках с открытых прилавков и т.д. То есть фактически, если я вот здесь под крышей поставлю прилавок, начну с вами торговать, я обязан применять контроль на кассовую технику. Вынес на улицу, все, уже могу не применять. Тут и перечень работ услуг, я их также зачитывать не буду. Ну, отдельно ИП, сдающие помещения, принадлежащие им на праве собственности в аренду. Вот тут можно не применять контроль на кассовую технику. Все остальное фактически требует применения. Ну и теперь насчет отсрочек. Отсрочек у нас несколько в силу того, что фактически закон вступает в действие поэтапно. Сперва он вступил для всех, кто уже был обязан применять контроль на кассовую технику. Это организация на основной системе налогоблажения, розница, общий ПИД и все такое. Также контроль на кассовую технику у нас обязаны сейчас, точнее, кто не обязан, давайте так. Контроль на кассовую технику до 1 июля следующего года, уже 18 года, могут не применять организации индивидуальные предприниматели на ЕНВД, также ИП на ПСН. В принципе, там без разницы, какую они деятельность ведут. Уже продлили. Сейчас дойдем до этого. Но продлили не для всех ЕНВДшников, сразу оговорюсь. Итак, вот тут на слайде написано. ИП на ПСН, ИП и ЮЛ на ЕНВД. Имеющие сотрудников при условии выдачи по требованию бланков строгой отчетности. Ну, короче, это все неважно. Вот если у вас есть сотрудник, вы торгуете в розницу или оказываете услуги общественного питания, тогда вы обязаны перейти на применение контроль на кассовой технике с 1 июля этого года. Уже с 1 июля вот этого года, текущего. Если у вас нет таких сотрудников, ну, понятно, эта организация не касается, ИП. Если у ИП нет сотрудников, он торгует в розницу или оказывает услуги общественного питания, то это 1 июля уже 2019 года. Вот это как раз та самая отсрочка. Юридические лица ИИП, не применявшие ККТ в соответствии с 54 ФЗ по старому его чтению. Это относится ко всем организациям ИИП, которые принимают деньги с расчетного счета физлица на свой расчетный счет. То есть вот до 1 июля можно продать машину физлицу, если он перечислит деньги со своего расчета вам, можно кассу не применять. Но с 1 июля, извольте, нужно применять. Причем штрафы там достаточно жестокие, я бы сказал так, драконовские, поэтому лучше не попадаться. Юридические лица ИИП, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов. Если есть сотрудники, до 1 июля 2017 года, ой, 2018 года. Если нет сотрудников, до 1 июля 2019 года. Тут еще про розничную продажу алкогольной продукции сказано. Ну, фактически сводится все к тому, неважно, чем вы торгуете. Вот смотрим, два условия выше. Теперь кто у нас применяет технику с 1 июля 2019 года. Кстати, вот все эти отсрочки не означают, что вы можете ее сейчас, не имеете права ее сейчас применять. Вы имеете ее право применять, но тогда вы должны полностью соответствовать всем требованиям закона. То есть, если вы на ЕНВД и вы торгуете в розницу, поставили себе кассу, зарегистрировали ее, все, вы обязаны соответствовать требованиям закона. Либо не регистрируйте и не продавайте. БСО это бланк строгой отчетности. Ну, фактически, вот билеты, пойдете здесь в музей, вам выдадут БСО. Так, кто может не применять до 1 июля 2019 года? Вот здесь на слайде написано, это ИП на ПСН, юридические лица ИП на ЕНВД, не имеющие сотрудников при торговле в розницу. Тут надо юридических лиц вообще на самом деле убрать, они тут никакого отношения не имеют. ИП без сотрудников, розница и общий ПИД. Можете не применять. Как только появится хотя бы один сотрудник, надо в течение 30 дней купить кассу, поставить ее на учет и начать уже проводить операции через нее. Юридические лица ИП на ЕНВД, на ПСН, выполняющие работы, оказывающие услуги. Вот тут в принципе не важно, какие работы, какие услуги вы оказываете, можете не применять. За исключением общей ПИДа. А также юридические лица ИП, оказывающие услуги населению. Вот здесь уже ключевое слово, словосочетание услуги населению. Если вы предоставляете услуги из перечня ОКУН или выполняете работы, вы можете не применять. И не важно, на какой вы системе налогообложения. До 1 июля 2019 года касса вам не нужна. Ну также здесь есть еще ИП без сотрудников с торговлей через торговые автоматы. Могут не применять кассы. Ну и всякие организации FIFA, которые будут продавать или продают билеты вот сейчас уже на матче чемпионата мира по футболу 2018 года. В какой момент применяется контрольно-кассовая техника? Контрольно-кассовая техника применяется в момент осуществления расчета. Есть разъясняющее пенсимо Минфина, в котором говорится, в течение пяти минут с момента осуществления расчета вы обязаны выдать покупателю чек. Все понятно, когда покупатель стоит здесь перед вами и отдает вам денежки или карточкой расплачивается. Гораздо больше вопросов возникает, а что делать, если покупатель расплатился с вами удаленно. Вы ему что-нибудь продали, он пошел в банк, оплатил через какой-нибудь платежный терминал или через средства электронного платежа Яндекс.Деньги заплатил. Здесь никакого определенного требования, прямо окончательного нет. И поэтому, если вы таким способом будете принимать средства денежные, вам нужно будет самим установить, когда у вас наступает момент осуществления расчета. Ну, соответственно, если вы продаете через интернет-сайт, прямо на сайте пишем. Считаем, что деньги, полученные там с такого-то периода по такой-то, бы расчет был осуществлен, например, в 9 утра следующего дня. Все, и этим вы себя обезопасите. Кто должен применять контрольно-кассовую технику? Ну, как я уже сказал, организации и ИП. Физлицы не обязаны применять контрольно-кассовую технику, более того, даже не смогут. Помимо этого, есть у нас еще такая категория, как платежные агенты, субагенты, банковские платежные агенты, комиссионеры, поверенные и прочие. Вот все эти категории обязаны также применять контрольно-кассовую технику. То есть, если даже вы деньги берете не за свой товар, не за свою услугу, но деньги непосредственно вам в руки идут, значит, вы и применяете контрольно-кассовую технику. Так, есть здесь индивидуальные предприниматели, поднимите руки. Для вас вот этим вот 349 законом, который был принят 27 ноября прошлого года, предусмотрен налоговый вычет, если вы на ЕНВД, либо на патентной системе налогообложения. Вычет вы можете получить на всю сумму покупки кассы. То есть, вот вы купили кассу, уложились 18 тысяч, не уложились, но 18 тысяч вы к вычету можете заявить. Касается это только индивидуальных предпринимателей, только на ПЦН и ЕНВД. И при этом нужно не нарушить закон. То есть, вот вам кассу нужно поставить на учет до часа икс. Если вы обязаны начать ее применять с 1 июля 2018 года, надо ее до 1 июля 2018 года зарегистрировать. А налоговый вычет вы можете получить как в 2018 году, так и в 2019. Тут уж сами будете выбирать. Соответственно, если вы обязаны зарегистрировать кассу до 1 июля 2019 года, также нужно ее обязательно до этого момента зарегистрировать. Зарегистрируете 1 июля, право на вычет потеряете. Вычет предоставляется не только на саму кассу, но касса это по сути вот железка, из которой там выбираются напечатанные чеки. Вычет предоставляется на сопутствующее программное обеспечение, на всю периферию, то есть это какой-нибудь компьютер, посттерминал, ноутбук. Также на услуги на покупку фискального накопителя. Фискальный накопитель это вот то самое маленькое устройство, которое в кассе стоит и сохраняет все ваши данные и передает их в налоговую. Ну и кроме того, можно вычет получить еще и на услуги по настройке кассы. Настроить кассу на самом деле не такое уж простое дело. Так, ну немножко про фискальный накопитель. Что это за зверь и с чем его едят. Фискальный накопитель это вот такая вот маленькая коробочка, 2 на 2 сантиметра примерно, которая устанавливается в кассу и без которой касса работать не будет и без которой касса вообще не является кассой как таковой. Фискальный накопитель на сегодняшний день у нас есть три типа фискальных накопителей. Ну видов их гораздо больше, а вот типов по большому счету три. Это фискальный накопитель со сроком действия 13 месяцев, 18 месяцев и 36 месяцев. Какие фискальные накопители вы можете применять? Фактически законом предусмотрено, что если вы там на основной системе налогоблажения, любой фискальный накопитель можете применять. Но вот паспортом фискального накопителя этого не предусмотрено. Поэтому если вы на основной системе, то только 13-месячный. 36-месячный у вас должен по паспорту через 410 дней закончиться, заблокируется. Не знаю, не проверял лично, может и не заблокируется. Ну тут уж кто поставит, тот проверит. Итак, организации ИИП на спецрежимах обязаны применять фискальные накопители со сроком действия 36 месяцев. На мой взгляд это весьма такое несправедливое ограничение. Он стоит дороже, да еще и обязали самых маленьких его применять. Ну тут есть одно послабление. Если у вас смешанный режим налогоблажения, либо если вы осуществляете сезонную торговлю, а для сезонной торговли у нас нет определения, что это такое, поэтому вы можете применять в принципе любой фискальный накопитель. Скажите, я торгую сезонными продуктами. Мало ли, что я торгую круглоготами. Дальше. При каких условиях фискальник может у вас заблокироваться? Заблокируется он, если ваша касса пробила чек, но не отправила его к оператору фискальных данных. Интернет закончился. Вот тут надо обеспечить, чтобы интернет появился. Не появится интернет в течение 30 дней. Касса будет 30 дней, все нормально, работать, пробивать все чеки. Через 30 дней она возьмет и заблокируется. Разблокировать довольно просто. Интернет подключили, чеки ушли, все, все работает. Второе ограничение. Касса не должна работать непрерывно больше 24 часов. Это значит, кассовая смена должна через 24 часа быть закрыта. Можете закрыть, открыть заново, все работает. При этом нет никаких требований, когда вы должны открывать кассовую смену, когда вы должны ее закрывать. Когда удобно, тогда и открываете, тогда и закрываете. Тут на ваше усмотрение. Смертельно и окончательно заблокируется фискальный накопитель в трех случаях. Закончился срок его действия, закончился объем фискальной памяти. Объем фискальной памяти – это сколько вы можете на него сохранить фискальных документов. Варьируется он от 170 до 240 тысяч фискальных документов. Там фискальные документы немножко разный объем имеют, но в принципе должно хватить. Второе. Он заблокируется при окончании срока действия фискального накопителя. То есть вот 13-месячный фискальный накопитель через 13 месяцев заблокируется. Это означает, что нужно его обязательно закрыть до этого срока, потому что иначе вы кассу не сможете снять с учета и поставить на учет с новым фискальником. И третье условие, при котором он может заблокироваться. Когда вы регистрируете кассу, вам выдается регистрационный номер на сайте налог.ру. Также у вас есть ваш ННН. Вот этот ННН и регистрационный номер средствами кассы нужно ввести в фискальный накопитель. Вводится он ровно один раз. Нельзя ошибиться ни в одной цифре. Ошибетесь, считаете, вы выкинули фискальный накопитель. Надо будет его поменять. Поэтому тем из вас, кто еще кассы не поставил себе и будете ставить, первый раз поручите это действие тем людям, которые этим занимаются профессионально, которые вам кассу продадут. Ну, либо к какому-нибудь сервисному центру, чтобы они на бумаге отвечали за регистрацию. Запорит вам фискальник, ну, соответственно, из своего кармана его вам и возместят и поставят новый. Так, поехали дальше. Немножко про онлайн регистрацию. Это вот несомненное преимущество нового закона. Раньше, чтобы поставить кассу на регистр, зарегистрировать кассу, нужно было взять ее, прийти в ЦТО, вместе с ЦТОшником сходить в налоговую, зарегистрировать ее. Сейчас все это не надо делать. Купили кассу, пришли на свое рабочее место, зашли на налог.ру в личный кабинет и все, и зарегистрировали. 15 минут и никакой головной боли. Ну, главное все правильно заполнить. На что обращу ваше внимание, при первом входе в кабинет вам потребуется сертификат квалифицированной электронной подписи. В принципе, если вы сейчас отчитываетесь в налоговую, в пенсионный фонд в электронном виде, в ФСС, в Росстат, вот с этим же сертификатом можете и кассу регистрировать. Ну, если нет, пожалуйста, обращайтесь в наши сервисные центры, они вам сделают сертификат в один день. Так, ну, собственно, вот так вот незамысловато выглядит личный кабинет. Я тут подробно рассказывать про него не буду. Времени у меня осталось 3 минуты-то всего. Так, немножко про чеки. В чеках очень много у нас появилось новых реквизитов. Самый сложный реквизит, который вызывает максимум головной боли у всех, это наименование товаров, работу, слуг в чеке. Если раньше мы могли пробить суммовой чек на всю сумму покупок и там одной строчкой это указать, то теперь, согласно требованиям закона, нам нужно указывать всю номенклатуру. Продали вы покупателю там 10 тысяч наименований товара, вот надо в чеке 10 тысяч наименований товара и внести. Сокращать можно, более того, даже придется, поскольку там ограничение на размер этого поля всего 128 символов. Но вот на одну позицию. Собственно, для того, чтобы у вас вот это наименование товаров, работу, слуг в чеке появилось, вам придется, ну, во-первых, кассу какую-то более сложную купить, чем вот были до этого суммовые кассы, там чисто калькулятор вбел сумму и все. Ну, во-вторых, потребуется какое-то программное обеспечение, чтобы в кассу загрузить товароучетную матрицу, товарную матрицу и уже из нее выбирать. Так, немножко про электронные чеки. Кто-нибудь знает, что такое электронные чеки, зачем они нужны? Поднимите руки. Ну, вот для всех остальных. На самом деле электронные чеки нам интересны не только как продавцам, но и как покупателям. В первую очередь, наверное, даже так. Каждый покупатель имеет право, придя в магазин, теперь попросить отправить ему электронный чек. Наряду с бумажным. То есть бумажные обязаны выдать электронный чек, также обязаны отправить, если мы попросили. То есть прихожу я к вам, говорю, вот давайте мне еще электронный чек отправьте. Вы спрашиваете, как? Я говорю, ну, давайте номер сотового телефона. У вас там в кассе, значит, должна быть возможность, отправите такой чек на номер сотового телефона. Ну, на самом деле ничего сложного. Все кассы теперь это поддерживают. Они обязаны это делать. Также можно отправить на электронный адрес. Нет, нельзя. Если удаленная торговля, то можно. То есть вот если торговля через сеть интернет или оплатили где-то там, если вы расплачиваетесь с курьером, то обязаны выдать бумажный. Это нарушение. Так, электронный чек. Это замена бумажного некоторая. Точнее, это некий аналог бумажного, но не замена. Электронный чек вы обязаны… Давайте сейчас до вопросов дойдем, я отвечу. А то у меня времени 40 секунд осталось. Электронный чек является неким аналогом бумажного. Его нельзя прийти на телефоне и предъявить в качестве возврата. Нужно его распечатать, то есть зайти на сайт налог.ру, по этому электронному чеку скачать нормальный человекочитаемый чек. Вот так вот он, как он тут выглядит, вон там, вон. И вот такой уже распечатанный чек можно принести в магазин. Но в магазине по такому распечатанному чеку просто так возврат тоже нельзя делать. Нужно зайти в личный кабинет оператора фискальных данных или на сайт налог.ру и проверить, что то, что вам принесли на бумажке, соответствует тем данным, которые вы передавали с кассы. Иначе возврат будет считаться незаконен. То же самое и с бухгалтерией. В качестве подтверждения расхода такой электронный чек принести нельзя. Нужно распечатать его, принести, а бухгалтерия должна свериться. С оператором фискальных данных, что то, что вам принесли, это то, что было передано. Про чек коррекции у меня времени рассказывать, к сожалению, нет. Чек коррекции предусмотрен для того, чтобы если вы что-то продали мимо кассы и потом не помните, что вы продали, до окончания кассовой смены вы можете пробить чек коррекции. Там никаких реквизитов, кроме суммы и даты нет. Чек коррекции позволяет вам свести к нулю разницу между суммой, внесенной в кассу и суммой, пробитой по чекам. Про авансы подарочной карты мы тут разговаривать с вами уже очевидно не будем. Точно не будем. Так, немножко страшного слайда про штрафы. Штрафы у нас увеличились и, к сожалению, довольно сильно. Неприменение контрольно-кассовой техники – это фактически все, что вы продали мимо кассы. Пришли вам деньги на расчетный счет, вы по кассе это не пробили, это, считайте, санкция за неприменение. Санкция за применение ККТ с нарушением. Применение ККТ с нарушением. Вы зарегистрировали кассу в одном месте, а стоит она у вас в другом. Вот это нарушение. Тут штрафы меньше, но зато могут оштрафовать за каждый чек. Повторное неприменение контрольно-кассовой техники еще серьезней. Если миллион рублей вы напродавали, и это доказано, сейчас минутку, то вас могут дисквалифицировать, если вы от года до двух, либо приостановить деятельность юридического лица до трех месяцев. Также есть еще и штраф за ненаправление электронного чека. То есть вот попросили у вас электронный чек, вы сказали, нет, не буду, не отправлю, ну вот, пожалуйста, 10 тысяч рублей заплатите. Так, ну и немножко про операторов фискальных данных. Кто они такие? Фактически оператор фискальных данных подтверждает для вас передачу чеков, хранит ваши данные, оказывает техническую поддержку, передает данные ФНС и предоставляет сервис для проверки чеков. Вот это необходимый набор, что должен делать оператор. В принципе операторы фискальных данных для вас сильно отличаться не будут друг от друга, за исключением их технической поддержки. Поэтому прежде чем выбрать оператора, зайдите на его сайт, найдите телефон технической поддержки, попробуйте дозвониться. Если дозвонились, позадавайте какие-нибудь хитрые вопросы. Если ответят, подключайтесь. Не ответят, выбирайте другого. Операторов сейчас на рынке около 16 штук. Для чего вам нужен оператор фискальных данных в первую очередь, а точнее личный кабинет у оператора? Вот для того, чтобы как раз проверить чек. Если вам принесли чек на возврат, заходите в личный кабинет оператора и проверяете чек. В первую очередь именно для этого. Все остальное, там всякие данные по тому, как ваша касса работает, насколько успешно она работает, сколько первая касса она продавала, сколько вторая, сколько было чеков на возврат, сколько занал, сколько забезнал. Это все полезные фишки, но не обязательные. Но тем не менее очень полезные. Там есть вся наглядная аналитика. Можно вот прямо в онлайн режиме, не находясь рядом с кассой, за всем этим следить. Сейчас мы дойдем до вопросов. Нет, мы до вопросов уже не дойдем. До вопросов не дойдем, да. Я никуда не уходил. Тогда давайте вот так вот. Он никуда не уходит, вы можете спокойно с ним пообщаться в клоу. Нет, нельзя, к сожалению. Дело в том, что мы задержим следующее вступление и последующее в том числе. Смотрите, коллеги, 22 марта здесь в Екатеринбурге будет большая конференция. Вот там вот адрес сайта есть, можете зайти посмотреть. На этой конференции будет подробненько, подробнейшим образом рассказано и про 54 федеральный закон, и про то, какую кассу вам нужно применять. И вы сможете прямо там со специалистами проконсультироваться, какую конкретно в вашем случае кассу нужно применять. Так, ну на этом, я так понимаю, время у нас закончилось. Вы просто не уходите, если коллеги захотят с вами пообщаться. Коллеги, если хотите пообщаться, я вот здесь вот рядом с пультом операторским. Всем спасибо. Спасибо, Илья.